Я хотел бы затронуть еще одну важную тему. Мы все очень любим перебирать деньги в чужом кармане, и украинцы с радостью это делают, особенно если речь заходит о государственном кармане, в гос.казы. Мы в начале разговора упомянули о кредитах МВФ, и хотелось бы от Вас услышать следующий момент. Я просто, к сожалению, готовясь к этой встрече, не смог найти четких, однозначных показателей, возможно, они у Вас есть. Так сколько же предстоит выплатить по кредитам международным Украине в этом году и в ближайшие 2 или 3 года? Потому что Минфин дает одну статистику, у нас банк дает другую статистику, экономисты дают третью, и достаточно сложно разобраться. Да, это, наверное, тот вопрос, который многих начал волновать в последнем ряду, потому что все следят за тем, что растет государственный долг, а долг уже воспринимается как что-то нехорошее. Как собственное, да. Как собственное, да. Но это, в принципе, правильно, потому что если страна начинает действительно выплачивать долг, то она это делает за счет бюджета. А в бюджет идут налоги, это классически наши с вами деньги. Вот, то есть это как бы правильная позиция. Но на данный момент, в общем-то, в Украине ситуация не критичная. Почему расходятся данные? Потому что МВФ, например, предоставлял деньги и в бюджет, и Центральному банку. Да. Поэтому разный график выплат по средствам из бюджета и по тем средствам, которые были направлены в МБУ. Вот. Что касается средств МБУ, там как бы ситуация очень, ну, в принципе, она, в принципе, не критичная. Даже там не должно быть проблем с выплатой, потому что фактически Национальный банк просто эти деньги как-то пытает хранить в своих резервах, и просто оттуда будет постепенно МВФ поплачивать. Вот. Я прошу прощения, одно сразу уточнение. Выплата этих денег из резерва может ли подтолкнуть автоматически, ну, чтобы было всем понятно, обесценивание гривны? Нет, нет, нет. Мы просто увидим по статистике снижение в резервах Национальный банк. Как мы видели увеличение, да, тут еще также будет снижение. Вот важно, чтобы там, чтобы резервы поддерживались на минимальном уровне. Ну, как бы в долларах обычно не меряют, меряют в месяцах импорта, да. То есть если резервы составляют меньше, чем три месяца там импорта ближайшего, вот, тогда это уже как бы такой критический порог, через который переступать нельзя. Это будет, может вызвать там негативную реакцию иностранных инвесторов, какие-то переживания по поводу курса. Вот. Сейчас в Украине больше пяти месяцев импорта резервы, вот, поэтому если, как бы, будет продолжаться рост, то Украина без проблем будет выплачивать кредит МВФ, вот, начнет платить уже со следующего года. Из резерва мы будем выплачивать первый транш, который получили в 2008 году, что 4,5 миллиарда, вот, но, опять же, выплаты будут очень постепенные. Сейчас нет с собой графика, но я смогу вам его предоставить, как бы, да, в принципе, на который точно можно полагаться, потому что это, как бы, из расчета в МВФ сделан. Вот. Проблему, да, или, как бы, волнение могут вызывать именно выплаты из госбюджета, да. Почему? По двум причинам. Ну, потому что, чтобы сделать выплату из госбюджета, при том, что все знают, что это с дефицитом, то есть у нас и так и расходов хватает, вот, поэтому нам нужно эти деньги где-то взять. Вот. Мало того, что их нужно взять, их нужно взять в валюте, вот, у государства такого резервного фонда, как у Национального банка, видно, вот, а валютных резервов его не нету, поэтому, ну, нужно будет эти средства, опять же, или занять в валюте, или же, да, там, превратить дефицит быстренько в профицит, вот, конвертировать, купить валюту на рынке и, фактически, выплатить МВФ. Второй вариант для Украины нереальный, да, то есть наиболее, наиболее реальный вариант, это то, что Украина должна будет занять новые средства для того, чтобы рассчитаться с МВФ. Вот. И для того, чтобы эти средства можно было занять по приемлемой ставке, без всяких, там, ослабых проблем, да, чтобы не вызывать, там, опять, волнение странных инвесторов, для Украины очень важно сокращать дефицит бюджета. Чтобы к 13-му году, в 13-м году у нас наступает пик по выплатам именно внешнего долга из бюджета, вот ту часть выплат, которая должна беспокоить, в принципе, больше всего. Примерную сумму не помните, потому что я вот звучала, там 6,3 миллиарда долларов. Я думаю, 6,3 это в целом, с учетом Национального банка, насколько я помню, только из бюджета было около 4-х, около 4-х миллиардов. Для сравнения, в этом году выплаты внешнего долга, да, из бюджета составят около одного, да, с учетом последних выпуска еврооблигаций, как будто на полтора миллиарда. Поэтому, да, конечно, это увеличение очень существенно почти в три раза, да, вот, и с этим, да, нужно будет как-то справляться. Вот, поэтому, когда, например, иностранные инвесторы принимают свои решения, там, покупать, например, еврооблигации Украины, которые выпускают правительство Украины или нет, они обязательно смотрят, что происходит в действительном бюджете, сколько стране вообще в этом году нужно будет занять. Если они видят, что, например, и там нужно будет занять, ну, грубо говоря, 20% ВВП, да, вот, то, ну, очень мало кто пойдет на это, да, потому что это такой самоподпитывающийся процесс. Если я вижу, что стране надо много занять, так я, наверное, денег не дам, вот, если же они видят, что, как для Украины, вот, сумма, о которой мы сейчас говорим, 4 миллиарда плюс дефицит бюджета, я думаю, что в целом это будет около, около 4% ВВП, общая сумма по, ну, по внешним займам, вот, то тогда, да, как бы никаких проблем, да, страна все нормально, но 4% ВВП она занять сможет, поэтому я ей деньги дам. Вот такая обычно происходит логика, вот, поэтому очень важно, да, чтобы это было где-то 4%, что 4% в себя включают, как бы, погашение по внешнему долгу и то, что еще нужно привлечь для финансирования дефицита бюджета, для выплат, там, тех же зарплат и пенсии, да, вот, и если у нас эта часть дефицита бюджета превращается не, ну, как бы, очень-очень большая, это, вот, тогда начинают возникать какие-то опасения, сможет ли страна занять столько средств. Ну, так говоря, как бы, простые языком, я объясняю, зачем, почему это сейчас так важно, почему это вот требует МВФ, это, сейчас дефицит бюджета является основной, как бы, ядром программы, которым работает правительство МВФ, вот, хотя, я знаю, что в сторону фонда всегда было много всяких критических замечаний, вот, но, тем не менее, да, нужно понимать, что МВФ дает деньги не просто так, он дает деньги, но пусть, чтобы эти деньги были, ну, чтобы страна была в состоянии вернуть эти средства, вот, поэтому они, конечно же, заинтересованы, чтобы Украина вышла на тот уровень, когда она сможет спокойно занимать на внешнем и внутреннем рынке для того, чтобы вернуть средства МВФ. Ну, это, наверное, маленькая ремарка о себе, с учетом грядущего Евро-2012 и расходов, которые нас ждут, и амбициозных планов по проведению Олимпиады, наверное, бороться с дефицитом бюджета будет все сложнее и сложнее.